Что будет с курсом доллара осенью? Прогноз эксперта. Спрос на иностранную валюту ближе к отопительному сезону будет расти. Ряд факторов усиливают девальвационные настроения по отношению к гривне. Об этом РБК «Украина» сказал руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард» Юрий Крохмаль. Эксперт отметил, что ситуация остается в режиме фиксированного курса. Сделки на межбанке идут близко к верхнему пределу коридора 36,85 – 36,93. НБУ продолжает продавать валюту из резервов, чтобы обеспечить потребности рынка. Наличный рынок стабилизировался в диапазоне 40,50 – 40,90. Судя по комментариям представителей НБУ, в ближайшее время текущий подход сохранится, но по мере того, как мы будем приближаться к отопительному сезону. Спрос на валюту и, соответственно, потребность в продаже со стороны НБУ будет увеличиваться, считает Крохмаль. Как отметил эксперт, от планов внедрения дополнительного налога на импорт, который должен уменьшить давление на гривну, пока отказались. Бюджет при этом до сих пор нуждается в эмиссионной поддержке со стороны НБУ. А ставки по ОФКС пока не компенсируют обесценивание гривны из-за инфляции. Это все создает девальвационные настроения, которые до конца года могут сбыться в соответствующих решениях НБУ. Особенно если финансовой поддержки мирового сообщества не будет хватать на компенсацию текущих расходов бюджета и покрытие дефицита платежного баланса, считает Казначей. Доллар против евро. Кто кого? Доллар, по мнению Крахмаля, вероятно, продолжит укрепление против евро. Во-первых, европейская экономика продолжает страдать от прямых негативных последствий войны в регионе, в частности кризиса на энергетическом рынке. Во-вторых, ФРС США выразили стойкое намерение продолжать борьбу с инфляцией, из-за чего не исключено дальнейшее повышение ставок. Европейский Центральный Банк также повышает ключевую ставку, но отстает, что будет делать доллар более привлекательным, резюмировал эксперт. Напомним, глава Нбу Кирилл Шевченко предупредила о катастрофических последствиях инфляции в случае продолжения печати гривны для финансирования дефицита бюджета. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.